250 детей из города Сибай, республики Башкортостан от 7 до 11 лет прилетели сегодня в Крым в сопровождении воспитателей и медицинских работников на оздоровление. Из международного аэропорта Симферополя они отправились в один из санаторий в Евпатории, где проведут две недели. Мы рады приветствовать детей из Башкирии здесь в Крыму. Я надеюсь, вы хорошо долетели. Я уверен, что вам здесь понравится. Вам предстоит сейчас всем погрузиться в автобусы и отправиться на отдых в Евпаторию. Ну а детей вы видите, то есть долетели хорошо? Замечательно долетели. Спасибо вам большое. Первая группа у нас в составе 250 человек детей и 30 у нас сопровождающих. Мы очень благополучно, хорошо добрались. Хочу сказать большое спасибо от нашей республики, республики Крым за такое гостеприимство. Спасибо вам большое. Солнечную крымскую погоду ребята успели отметить, едва выйдя из аэропорта. От отдыха на полуострове у детей свои ожидания. Хотим, чтобы было много чего интересного, увидеть много чего, чтобы запомнилось навсегда. Нормально, в Крыму тепло, а у нас всегда как-то холодно. За время своего пребывания в Крыму гости из Башкирии смогут посмотреть достопримечательности Евпатории и других городов-курортов полуострова. Учебный процесс для них не прервется. Сопровождающие педагоги будут проводить занятия. Уже в марте в Крым на оздоровление прилетит еще одна группа детей из Сибая. Следующая группа будет в этом же санатории, она прилетит после 10 марта. Это будут дети старше 11 лет, где-то с 11 до 16. Расходы за отдых 500 детей взяли на себя власти Крыма. Башкирская сторона оплатила перелет. В первую очередь списки внесли ребят, чьи дома находятся в непосредственной близости от карьера. Над городом Сибая уже долгое время висит смок и неприятный запах. Из-за повышения в воздухе предельно допустимой нормы диоксида серы в городе действует повышенный режим готовности экстренных служб. Работы по подтоплению тлеющего карьера планируется завершить до 20 марта. Мария Моссур, Артур Чалый, Служба новостей и ТВ.